Три десятая царства, подводное королевство и седьмое небо. Красноярцы смогут увидеть сказочный проект Ночь филармонии. Кроме разнообразной музыки, от классики до эстрады, зрители ждут экскурсии, интерактивные игры и дискотека. Ирина Шевага узнала, как готовиться к празднику. Ночь филармонии проводят уже во второй раз. В этом году основной станет тема сказок. Сейчас я вам приоткрою тайны за кулисье и расскажу несколько секретов предстоящего праздника. Сегодня вся филармония превратилась в огромный цех по подготовке к сказочной ночи. Например, прямо здесь, в холле, сейчас делают волшебный клубок. Он будет указывать путь для зрителей из одной сказки в другую. На изготовление сказочных деревьев, к слову, на праздники их будет ровно 13, у мастеров ушло 30 тысяч метров скотча. Вместо веток на деревьях будут вот такие вот руки снизу. Они будут подсвечены, поэтому красивые фотографии всем посетителям просто гарантированы. Мы сейчас находимся в пошивочном цехе. Здесь уже готов костюм русалки. Вообще приветствуются, чтобы зрители приходили в своих сказочных нарядах. Но если же девушка пришла в обычном платье, то она всегда может примерить на себя платье Золушки. Мы сейчас находимся за кулисами филармонии. На большой сцене идет репетиция Красноярского симфонического академического оркестра под руководством Владимира Ландея. К слову, на ночь в филармонии сюда сможет попасть каждый желающий и посмотреть концерт с непривычного для рядового зрителя места. У нас будет замечательная программа симфонического оркестра. Это картинки с выставки Мусоргского, это Прокофьева Золушка, это будут половецкие пляски и многое другое. То есть при входе в наш большой концертный зал сразу же будет зритель погружен в атмосферу сказок. Его будут встречать сказочные аниматоры, вовлекать в игру. Множество локаций, интерактивных площадок, дискотека, кинопоказ, конкурсы, экскурсии. Вот далеко не полный список развлечений, которые приготовила Красноярская филармония для полуночников. Самый недорогой билет стоит 700 рублей. Ирина Шиваго, Павел Иваницкий, 7 канал.